Мирной субботы всем! И сегодня мы также будем говорить из недельного отрывка. Я хочу соединить это с авторой. Мы переходим из темы в тему. Когда мы говорили о том, как Иосиф открылся и снял одежды свои. Как Иосиф снял свое покрывало? Из авторот мы говорили о суде Шломо и это очень параллельно. И сегодня также есть связь между тем, что мы читаем в Парашат Шаво и в авторот, в книге Иезекиля. Мы начнем с 45 главы Вития. Мы помним, как Иосиф хотел взять Бениамин и Иуда взял защитить его. И здесь мы сейчас должны понять, что Иуда, он заботится об отце. Между тем промежутком, как Иосифа продали в рабство и эти моменты, прошло примерно 14 лет. 13 лет от времени продажи и поднятия на престол, второй после фараона. Семь хороших лет. Это уже 20 лет. Как минимум 14, но можно посчитать, что это было около 22 лет, потому что уже начался голод. И, конечно же, за это время все подверглись каким-то изменениям, и братья, и Иуда. И за это время его отношение к Вениамину тоже поменялось. Когда Иосиф увидел это, он уже не смог больше сдерживать своих чувств внутри. И начал плакать. И сейчас он уже открывает себя братьям. Здесь, в этом недельном отрывке. И не смог больше удерживать уже Иосиф все это внутри себя. И, конечно же, братья переживают, что Иосиф сейчас начнет им мстить. Но мы поняли, что Иосиф напоминает им, разве не об этом я вам говорил, потому что он свои сны помнил. Ахшав, пасух хамеш. Ва ата, аль татсву, ва аль ехар баенехем. Кимахар темути, гена, ки лемихье, лемихья. Пятый стих. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Что он здесь говорит? Он говорит, что все, что со мной произошло, это не вы, а Бог. Мы знаем, что до конца жизни братья боялись Иосифа. Но в сердце Иосифа не было желания. Теперь мы переходим к Якову. Почему к Якову? И, как я уже сказал, Иуда заботится об Якове и думает, что теперь будет с ним, если он узнает, что и Бениамин остался там. И здесь мы видим, что Иосиф, он владеет всей ситуацией, он деньги обратные в мешки кладет. Также и свою чашу, он им кладет. И он специально создает эту ситуацию, чтобы все выявилось в свет теперь. И они говорят, братья, что теперь это суд Господень над нами, и все они возвращаются, чтобы вернуть Бениамина. Яков, он боролся с Богом. Вы помните это, да? И это было у истока Явок. Явок, и в шар-литургем, это Маавак. Название этого источника переводится как... Это Нахаль, Нахаль. Река? Да. Этой реки переводится как борьба. Явок, Нахаль. Река под названием Борьба, и именно там произошла борьба Якова с Богом. И что в итоге произошло? Малах, Илухим, он говорит, Махшав, Ата тие Исраэль. Ангел Господень говорит, теперь ты будешь называться Израилем. Это 32-я глава. На иврите это 29-й стих. В русском переводе 28-й. В Йомире Лав. Ма Шимха, В Йомире Яков. Это Исраэль Вишмона, да? В Йомире Ло Яков. И сказал, как имя твое, он сказал Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израэль. Ибо ты воролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Аминь. Аминь. Ахшав, автора, лепарашат шавуа шеляну. И автора к нашему недельному отрывку. Это Йохескель. Это книга из Экиля. Перек, шлушим вешева. 37-я глава. С пятнадцатого по двадцать восьмой стихи. Шав. Шэм, шель Йохескель. Имя языкель. И в шар литургем каха. Можно так перевести. И е хазак эль. Будет сильным Богом. И в шар ломар и хазак эль. И они рутся ли фарек лишь луша про ким, ло ли штаим. Кен, а они ршом. Имя нахну не фарекет, зе каха. Йуд, зе ие. Атид. Йуд, это будущее время будет. Хазак. Сильный. Эль. Бог. Вей шар бевадай ломар кмоша таомер. Зе барор. Зе беседа. А кавана шелия айом, зе отид. То, что я имею ввиду, это будущее сегодня. Кен. Лама зе хашов. Почему это важно? Ам Исраэль, бамэ ше халпайм шана, я суэр, им яшу ам Машия, холоруцэ ликабелет зе, ло кулам. Яврейский народ на протяжении многих лет мемая рэшона зе немшах. С первого века это уже началось. Ахшав. Камовен ше. Все мудрецы и руководители духовные народа. Ло маяхус. Олай 98, 95 אחус. Аю негет. Не все, но где-то 95, 98% были против. Везе имда хоккит, ма шенекраа. Зе клал. И это легитимное противостояние большинство. Кен. А вааль, ешь невуот, ше умрим лану, ше Исраэль кола ам и кабелит Яшуа бе Тора Машиях. Но есть пророчество, которое говорит о том, что весь народ примет Яшуа как Мессию. Рэмэз, рэмэз лезэ. Намек на это. Давка бе пора ша чаву азот. Именно в этом недельном отрывке. Рэмэз. Перек 45 векамэш. Псуким 25 векамэш. Ад 23 вешэва. 45 глава с 25 по 27 стихи. Братья возвращаются домой и рассказывают Иакову, что Иосиф до сих пор жив. Кроме того, он второй после фараона. Он велик. Это не вмещается в сознание. И они это рассказывают Иакову. Иаков думал, что он умер, но он не просто живой. Он сейчас руководит всем Ближним Востоком и от него все зависят. И где теперь Иосиф и где братья? 25. 25 стих. И пошли они из Египта и пришли в землю хананскую к Якову, отцу своему. И возвестили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Представьте себе, владычествует над всей землей египетской. Цивилизация, вся цивилизация, развитие, все. Кто владычествует? Парень, которого кинули в яму. Продали за 20 серебряных, как раба. Мы уже говорили в прошлый раз, что Иосиф символизирует Ешуа Мессия. Мессия сын Иосифа. Который страдает. Который в один день с очень низкого места поднимается на высокий титул управления Египтом. Из тюрьмы. Человек, которого все думали, как о преступнике, почему он сидит в тюрьме. Наверное, он что-то совершил. Вдруг он поднимается и становится владыкой Египтом. Вратии это рассказывают. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Барусит катув смутилась, но в еврейском языке говорит, «Веяфаг либо». В русском языке использовали слово «смутилась», а на еврейском написано «остановилась». «Что это? Растворилось или остановилось?» Это кило, от кафат лев, он уцар. А лев שלо, петом, ефаг. И всиклитфог, и нет дуфек. Вдруг у него остановился пульс, и перестало биться сердце. Комбан, что он не умеет. Конечно же, он не умер. Но слово, которое здесь используется, это то же самое слово, который используется в Евангелии от Мотфея, в 24 главе, 12 стихе. «Веяфог агава». И испарится любовь. Дальше мы читаем. «Веяфог агава». Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы везти его, тогда ожил дух Якова отца их. Готов тахи рухо. Руха шальяков. Ожил дух Якова. А мила тахи, это тоя шорыч, тоя мошмагу тхият мина митим. Ожил, как бы воскрес из мертвых. Когда ему сказали, что Иосиф умер, Яков как бы умер вместе с ним. Он продолжал, конечно, жить. Есть еще один сын. Но здесь есть очень сильный намек и символ, что его сердце, оно остановилось, а потом заново воскресло к жизни. Он как будто бы воскрес. Есть в этом смысл. Иосиф жив. Невозможно в это поверить. Написано, он не поверил им. Но когда он увидел ослов и колесницы, он как будто бы воскрес. И автора к этому недельному отрывку она присоединена именно к этим стихам. Что это книга Иезекииля? Так написано «О войне Гоги Магога». Откройте, пожалуйста, 37 главу. И отрывок от 15 стиха. Будем частично зачитывать. И отрывок от 15 стиха. Будем частично зачитывать. И было ко мне слово Господне. Ты же сын человеческий. Возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева союзного с ним. Здесь говорится о дереве, которое относится к Иосифу, Ефраиму, его сыну. И уже с 40 главы идет описание тысячелетнего царства Мессии. И то, что здесь описывается, это события, которые должны произойти до прихода Мессии. Начало этой главы, это пророчество о сухих костях. Тут есть само толкование о том, что это именно народ израильский, не какой-то другой народ. Далее, с 15 стиха, речь идет о двух деревьях, которые пророк должен был взять, соединить вместе, чтобы это было одним народом. И Бог, он хочет видеть все племена, все колена израильские, которые вернутся в землю. И будут вместе. С 24 стиха написано, «А раб мой Давид будет царствовать». Но на тот момент Давид уже 300-7 лет в могиле. А Езекиил говорит, что Давид будет царем. И особенно конец 25 стиха. Зачитаем мы 24-25 стихи. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. Это пророчество о Мессии. О Мессии сыне Давида. Сегодня уже известно, что Мессия сын Иосифа и Мессия сын Давида это один и тот же, одна и та же личность, просто в разные периоды времени. И сначала должен прийти Мессия сын Иосифа и Мессия сын Давида не может раньше него прийти. И он уже был. И такшиво, Рабута, автора, автора, כן, они решили что это нужно и возлюбленные, автора это те отрывки о которых мудрецы решили чтобы они были парами. Это наши мудрецы так скомпоновали эти отрывки. И что написано дальше? И они будут ходить в заповедях моих и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. и будут жить на земле которую я дал рабу моему Якову. И будут жили отцы их там будут жить они и дети их и дети детей в веки и раб мой Давид будет князем у них вечно. Аминь. Азам Исраэль Итак, еврейский народ будет под властью Мессии сына Давида. В авторе сосредоточена вся информация. Иосиф и Ефраим написано Иосиф и Иуда продал его. Теперь они вместе как один народ. Два жезла это два колена нет рив нет махлокет непонимания один народ. Написано земля Иакова не земля Авраама. Почему? Потому что Иаков получил имя Израиль. И мы привыкли использовать еврейский еврейский народ жив. Израиль? Израильский народ жив. Не используют сыны Иакова в основном используют сыны Израилевы. Но Израиль это Иаков. И в нашем неделе матрив ки подошел Иосифу он должен прийти к мессии к сыну Захарьи. Захарьи. И имя пророка Захарьи это помнил или вспомнил Бог. 12 глава 10 стих Аминь. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и на жителей Иерусалима и они возрят на него которого пронзили и будут рыдать о нем как рыдать обеде народом сыне и скорбеть как скорбят о первенце. И как Иаков который воскрес внутри себя и от кого он получил известие о том что Иосиф жив от братьев. Израиль как бы вернулся к жизни. Точно так же будет и в последнее время. Израиль осознает что Мессия это Ишуа и обратится к Нему и захочет увидеть его. И все пророчество говорит о том что и будут плакать. И это кро дасов это мру им что бэй Давид вы бэй Натан кэн ганави. Если вы прочитаете до конца вы увидите что дом Давида будет плакать. Весовду гэрэц мишпахот мишпахот левад мишпахот бэй Давид левад вэнашей им левад вэм мишпахот бэй Натан левад вэнашей им левад и сыны дома нафанова особо и жёны их особо и плэм дома леви на особо и тут есть градация Давид он царь Натан он нави леви это священник это манегим шелану народы вожди народа и они воскресли к жизни и он говорит и возрели на меня которого пронзили это говорит мессия сын Иосиф и посмотрели на меня и Израиль начинал левхот и Израиль начал плакать то что написано в недельном отрывке и Иосиф плакал наконец-то они вместе и Отец наш Небесный до сих пор страдает как Яков и хочет вернуть еврейский народ к истинному мессии так же Иосиф мессия он жаждет этого но еще не пришло это время мы очень близко и это будет несмотря на то что большинство говорят это просто невозможно но это да возможно Израиль вернется к своему мессии как Иосиф вернулся к Иосифу еще раз хочу подчеркнуть не Иосиф оставил Египет и пошел к Иосифу и стоит отметить что у Египта есть особое благословение это благословенная страна то что написано как написано так Есть еще много тайн которые мы не понимаем И братья они буквально пронзили сердце Иосифа своим предательством они пронзили один за другим его сердце и то копье которое было в руки римлян который пронзил Ешуа мессию на кресте как и братья они пронзили сердце Иосифа тем что они продали его но он принял их с распростертыми объятиями он вернул деньги сказал приходите все сюда лучшую землю для пастухов в Египте он не ответил злом за зло он ответил добром на каждый проступок который совершили против него и потом Израиль он встречает Иосифа возвращается к нему Это очень сильное пророчество к тому что будет происходить потому что Израиль в итоге вернулся к Иосифу и подошел подойдет к своему Мессии придет к своему Мессии есть еще множество пророчеств вокруг но смотрите насколько это символично в Иосифа и так же само понимание что Ишуа Мессия когда оно начнет происходить в Израиле когда Творец зальет Дух благодати и милости 2000 лет он перед их глазами но его не видно и потом написано что они посмотрят на меня которого пронзили сколько раз мы предавали Ишуа так же израильский народ не один раз пронзил сердце Мессии но будет момент когда они все посмотрят Ишуа также не ответит им злом на зло Это все очень сложный план Творца но все это будет Иезекиил показывает нам то время когда Иуда и Иосиф будут вместе и не будут помнить того что произошло И как в недельном отрывке написано что Иаков он воскрес ожил Духом он ожил Иох Искель 37 готов о цемот и и и также 37 глава Иезекиил говорит о сухих костях которые соединяются и в конце Бог вдунул свой Дух возлюбленные мои Израильский народ он оживет воскресне духовно Иаков воскресне духом своим Израиль оживет духовно и увидят того кого пронзили Я надеюсь что мы увидим это Мы уже в преддверии Есть очень много признаков что последнее время оно близко давайте укрепимся в вере не будем ослабивать пусть Бог благословит нас Аминь отец отец царь мы благодарны тебе за слово твою через Моисея ты говорил к нам сегодня также через твоих пророков мы молимся и просим чтобы ты приблизил это время во имя еще Мессии Господа нашего Аминь Мессии